Прежние власти планировали довести численность населения Армении до 4 миллионов человек к 2040 год, новые власти заявили уже о 5 миллионах человек к 2050 году, однако судя по всему они от этой идеи отказались. Об этом на встрече с журналистами 16 августа заявил представитель Армянской ассоциации застройщиков Артак Андреасян. Такие мысли, по его словам, возникают исходя из предложенных изменений в налоговый кодекс, направленных на отмену возврата налога на доход по ипотеке. Он напомнил, что этот закон начал действовать с конца 2015 года и имеет массу положительных сторон, повышает доступность жилья, активизирует сферу строительства и еще 20-30 сфер, связанных с ним, создает новые рабочие места, сокращает тень, улучшает ситуацию с точки зрения собираемости налогов. Правительство Армении несколько дней назад одобрило законопроект о прекращении применения нормы возврата налога на доход, направляемого на погашение процентов по ипотеке, на покупку квартир в новостройках и новых частных домах в Ереване. Артак Андреасян заметил, что принятие такого закона приведет к тому, что сократятся объемы строительства. А это приведет к росту цен на недвижимость в Ереване, такие процессы уже наблюдаются. Жилой фонд в столице устаревает. Даже сегодня строится в три раза меньше, чем нужно. Если темпы строительства сократятся, то многие дома в столице в скором времени станут непригодными для проживания, заключил эксперт. Но даже без всех этих подробностей из области жилищного строительства, понятно, что сами демографические планы властей прежних и нынешних выглядят совершенно нереалистичными. Ведь даже наиболее оптимистично настроенные армянские эксперты признают, что сейчас в республике проживает максимум 2,1 миллиона человек. А отток населения из страны продолжается. И даже усилился после поражения Армении в 44-дневной войне. Уровень рождаемости в армянских семьях также оставляет желать лучшего. Новые поколения решаются на одного, максимум двух детей. И такая статистика, понятно, тоже увеличению численности населения страны отнюдь не способствует. Все это, как говорится, перед глазами. И трудно поверить, что эти реалии незаметны политикам и чиновникам Армении. На что же тогда рассчитаны их планы по довольно резкому увеличению численности жителей страны? За счет чего они могли бы это сделать? Или это какой-то заведомый обман в политических или каких-то иных целях? Своим мнением на эту тему поделился с Зеркалоас, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов Южный Кавказ Ильгар Вюлизаде. Здесь обращают на себя внимание два обстоятельства. Прежде всего, относительно сокращения объемов строительства. Все-таки строительный сектор – это в первую очередь экономика, а не демография. И улучшение условий жизни людей, расширение жилплощади, являются показателями материального достатка. Но поскольку о материальном достатке значительной части населения Армении говорить не приходится, то нельзя говорить и о расширении объемов строительства. Вот поэтому примерно такая негативная ситуация наблюдается в строительном секторе. Что касается демографии, сами эти процессы зависят не от желания руководителей страны. Конечно, планы по увеличению демографических показателей в значительной степени стимулируют рост рождаемости. Но больше этот процесс все-таки опирается на экономические факторы. И здесь также ничего хорошего ждать не приходится. Плодить бедность никто не собирается. Люди уезжают из Армении, и эта тенденция сохранится. Об этом говорят специалисты, и об этом не могут не знать руководители страны. На программы по повышению рождаемости, создание экономических условий, материальное поощрение молодых семей, которые собираются заводить детей, или увеличивать число детей, нужны деньги, расходы. А на это у Армении финансов нет. Какой же смысл в таких условиях говорить о программе по повышению рождаемости? Армянская политическая элита прежняя, нынешняя, любая другая, которая может прийти на смену нынешней, все-таки вынуждена опираться на фактологию. А факты вещь упрямая. К сожалению, народу вещают сказки, а правительственные программы строятся на основе фактов, а не сказок. Вот вам и следствие того несовпадения сказочных иллюзий и реальности повседневной жизни в Армении. Продолжение следует...